Добрый день, Павел Николаевич, хотелось бы с вами обсудить такой важный документ, который был принят буквально на днях, это генеральный план Ленинского городского округа, очень много о нем мы уже говорили, но в конечном итоге он все-таки был принят, мне кажется, без особого обсуждения. Что вы по этому поводу скажете? На самом деле, скажем так, это было сделано вчера, сделано очень интересным способом. В принципе, почему я их называю, депутатов, типичными единородствами? Потому что они нарушают все нормы и правила, но одновременно не несут ответственности за свои действия. Вот смотрите, позавчера, второго числа, в 13 часов 10 минут вдруг на почту всех депутатов пришла информация, что собирается в неочередное заседание Совета депутатов с единственным вопросом, утверждение генерального опора. Причем собирается оно третьего в 10 утра, то есть меньше суток на то, чтобы прочитать тысячу страниц текста, понять, какие были внесены изменения и принять решение, как же будут голосовать. Естественно, скажем так, вот эта скорость практически партизанская была сделана с определенной целью, чтобы люди не смогли оценить и принять какие-то действия, которые нужно было сделать для того, чтобы не принимать этот генеральный план. Фракция КПРФ написала сразу письмо господину, который от Единой России командует депутатов, что так нельзя делать. Во-первых, это противоречит регламенту, да и просто здравому смыслу. Нельзя принимать такого типа решения с наскока, причем без обсуждения, там даже комиссии не было проведено, которые они обычно перед Советом депутатов проводят. Ну, тут даже комиссию не стали собирать, а потом у меня еще такое было мнение, что они, наверное, специально это сделали, узнав, что я уехал в отпуск и в этот момент не могу находиться на связи. То есть, они вдруг таким образом решили из процесса обсуждения исключить все-таки у нас с ТВТ, у нас есть просто назначения различные. Мы там писали кучу замечаний, мы должны были проверить, а там замечания, по-моему, в 18 страницах коллектив совхоза написал. Мы должны были проверить, включили эти замечания, включили эти замечания, ну и чтобы не дать возможности выступить, и вот таким образом из обсуждения исключить всех активных, которые, по идее, тоже успели написать кучу писем всем депутатам, что этот генплан нельзя. Ну, и, в общем, 25 этих типичных единороссов и их сателлитов проголосовали за генеральный план. Что, на самом деле, это за документ? Это документ, который практически через несколько лет приведет к тому, что жить в Ленинском районе будет уже невозможно. Но, судя по тому, что делают единороссы, отвечать они за это уже не собираются, потому что это все делается в преддверии вот этого будущего, как принято у нас уже в Московской области действие под названием «Объединение городских округов». И, скорее всего, отвечать за это придется уже депутатам какого-нибудь совмещенного Ленинско-городского и Домодедовского округа. То есть они заранее знают о том, что, скорее всего, как это случилось уже при смене глав Венцель, Спаски, теперь Абаренов. И Абаренов, судя по всему, здесь не собираются долго жить, потому что жить здесь будет невозможно. Вот они как раз такие временщики, которые в интересах крупных застройщиков, вот этих людей, которые зарабатывают здесь деньги, которые тратят потом в любом другом месте, только не в районе, вот они являются бенефициарами вот этих вот действий. А это типичные единороссы – это обыкновенные, послушные исполнители и желания. Я, кстати, приводил один пример. 10 или 12 лет назад то же самое происходило с сельскими поселениями. Принимались генеральные планы Молоковского, Ладарского, сельского поселения, Блатниковского. Тогда эти депутаты не хотели думать, голосовали за то, что им предложили, а результат вот сейчас. Видно, что из этих территорий выехать невозможно, что там нет никакой социальной инфраструктуры, что экология нарушена полностью, что все это, это как раз эти депутаты принимали решение о том, что не надо никаких очистных сооружений, что все будет длиться прямо в реке, что проехать будет невозможно. Это именно они принимали эти генеральные планы. И теперь они принимают вот такой вот генеральный план только уже всего округа, заранее понимая, что, скорее всего, это приведет к дефициту больничных поек, к дефицитам в детских садах, к огромным дефицитам в школах, к невозможности проехать, к нарушенной экологии. Поэтому я всегда говорил, что... И не только... Ну и должны жить на этой территории. Потом они ответят перед людьми. Каждый день теперь приходится стоять в пробках, искать место в школе, в детском саду, не попадать в больницу. Я считаю, что это вот как раз один из мелких элементов, вот это Едим Россия. Они жжут, уже уничтожили фактически сельское хозяйство, промышленность, никаких рабочих мест. Все должны почему-то, по их мнению, ехать в Москву работать. Это все последствия вот этого генерального плана, который будет уже. Мы со своей стороны сейчас анализируем то, что они принимали. И, наверное, будем, скажем так, по крайней мере, по нашим замечаниям, обращаться в суды. Хотя прекрасно понимаем, что не Видонский городской суд, не областной суд, они будут защищать интересы людей, они будут защищать интересы чиновников. Ну и застройщиков. И, кстати, там эта смешная голова все время говорила, он как из детского сада только вышел, что мы раскрасили в зеленый цвет, мы раскрасили в зеленый цвет. Он даже не понимает, что он может раскрасить во что угодно, но если в кадастровом плане у собственника написано не какой-то там лесной фонд, а ИЖС, то у него полные права заниматься жилищным строительством. А глава, как это было уже неоднократно, будет посылать своих юристов в суд, которые будут сидеть и молчать, и проигрывать все суды. И они же фактически соглашались со всеми требованиями так называемых застройщиков, суды все проигрывали специально. А потом говорят, ну есть же решение суда. Мы же знаем, как они получаются. И сейчас, кстати, вот тут очень интересно, там депутаты мне сейчас стали рассказывать, как это все происходило. Есть монитофонная аудиозапись, видеозапись этого собрания. Там некоторые депутаты смешные такие. Мы добились того, что, вы видите, сквер был закрашен в зеленый цвет. Вы должны понимать, что всего в Ленинском городском округе через паи колхоза Владимирича уже больше тысячи, там, тысячи, по-моему, семисот земельных участков было оформлено. Это земли лесного фонда, неизгонечной государственной собственности, земли муниципальные, по сути своей, куда тратились деньги на благоустройство, муниципальные деньги на благоустройство. И теперь вы их как будто бы закрашиваете в зеленый цвет, но собственность вы не отбираете. И Абарионов, который вообще, судя по всему, вот как вышел, он только раскрашивать что-то может. Должен уже давным суток находиться за возвращением этих земельных участков. Но он же не обратился ни за чем в суд. Он же до сих пор делает вид, что он что-то там решает. На самом деле ничего он не решает. И рано или поздно, неважно, когда он там уйдет, он, судя по всему, пришел ненадолго, он так и будет, как и в Можайске рассказывают, что он пришел сделать хорошую жизнь, показать, что там все хорошо, а потом раз, его в Можайске уже нет. И здесь его уже нет, судя по всему, потому что всем командуют застройщики. Я считаю, что принятие в генеральном плане застройки пойменных землей, земель поймавой Москвы реки, это преступление. Пойменные земли, это особо ценные земли, которые не могут застраиваться. То, что земли Низи Садоводства вдруг стали по яме Ковхова-Венча и теперь по геноплану должны застроиться, это тоже преступление, потому что это тоже особо ценные земли, земли института, зонального института садоводства. И все прекрасно знают, что они никогда не были по яме Ковхова-Венча, а тем более не могли быть отданы под застройку. И поэтому этот геноплан надо отменять. Другое дело, что, к сожалению, мы как в капле воды отражаем всю ситуацию в России. Власти плевать на людей, власти главное, чтобы какие-то близкие к ним олигархи, братья, сестры, те люди, которых они считают, скажем так, бизнесменами, дачными, могли быстро срубить бабки, а потом с этими бабками свалить. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok